Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксёнов Андрей, студия Либо-либо и специальный белорусский сезон подкаста «Закат империи». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи – то, чего нет в учебниках истории. Революция, секс, наркотики и панк-рок в России и как война поменяла жизнь людей, а в некоторых других городах про белую миграцию. Билеты можно взять за наличные на месте, но лучше, конечно, купить их заранее, мест может не хватить. Мы продаем билеты через Telegram-бот, так что подойдут любые карты, российские в том числе. Всех жду, это всё уже в марте будет, и зовите друзей, ссылка в описании на покупку билетов. А ещё хочу поблагодарить партнёра подкаста – подписной книжный сервис BookMate, с которым мы вместе в середине выпуска в специальной рубрике будем рекомендовать вам книжки. 1905 год. Несколько тысяч рабочих вышли на демонстрацию. Слышны революционные песни, развиваются красные флаги, люди кричат «Долой самодержавие!» «Да здравствует республика!» Прямо напротив протестующей толпы рядами стоят солдаты в серо-зелёных шинелях с винтовками. Офицеры нервничают, но стараются не подавать виду. В воздухе большое напряжение. Кто-то вытаскивает на улицу стол и ставит его в промежутке между солдатами и толпой. На стол забираются ораторы, разные профсоюзные лидеры, революционеры и толкают речи. В толпе ждёт своей очереди для выступления 21-летний социалист. Несмотря на возраст, он один из лидеров местной социалистической партии и тоже должен выступить. Но выступить он не успел. Рабочие кричат офицерам оскорбления, где-то начинаются стычки и тут звучат выстрелы. Ещё и ещё. Толпа разворачивается и бежит от солдат. Задние ряды не понимают, что происходит. Начинается давка, а выстрелы всё продолжаются. На земле лежат убитые и раненые, льётся кровь, слышны крики и проклятия. Место действия – Минск, Веленский вокзал. Количество погибших от 50 до 80 человек. Дата – 18 октября 1905 года. Если сегодня рассказываешь про расстрел рабочих в 1905 году, то люди сразу представляют себе кровавое воскресенье в Петербурге. Но это был далеко не единственный расстрел солдатами рабочих в ту революцию. Однако даже в общем ряду расстрелов демонстраций Минский расстрел стоит особняком, потому что он произошёл 18 октября, то есть буквально на следующий день после того, как император объявил в манифесте свободу собраний. Ну то есть этот митинг был не просто разрешённым, он буквально происходил в честь вот этой вот новообретённой свободы. И закончился он расстрелом. Молодой социалист, который не успел выступить, он не был убит, пуля лишь задела ему ногу, он успел убежать. Его звали Антон Луцкевич, и вместе с братом Иваном Луцкевичем они были действительно основателями социалистической партии. Причём не просто партии, а главной политической партии белорусов, которая называлась Белорусская социалистическая громада. Братья Луцкевичи родились в городе Шавли, часто Шауляй в Литве. Луцкевичи были по происхождению дворянами Великого княжества Литовского и принадлежали к гербу «Новость». У семьи не было своего имения, отец служил в армии, участвовал в Крымской войне и даже был контужен. Луцкевичи были католиками, дома говорили по-польски. В 81-м году родился старший сын, которого назвали Яном, а спустя три года младший Антон, тот самый, что присутствовал при расстреле митинга. Дома у Луцкевичей, у дворян бывшей Речи Посполитой, взгляд были, прямо скажем, не вполне пророссийские. Дядя Братьев, по некоторым сведениям, вообще участвовал в восстании против Российской империи и был расстрелян в Минске. В 87-м году семья переехала в Либаву, это сейчас Лиепая, Латвия, и там же в гимназию пошел сначала Ян, а потом и Антон. И вот тут в гимназии Ян подружился с кружком литовцев. А в это время в этих местах у литовцев просыпается национальное самосознание. И вот Ян дружит с литовцами, даже посещает старого литовского революционера Амбразайтиса, и, видимо, начинает задумываться, а кто, собственно, я? Ну, окей, дома мы говорим по-польски, и мы католики. Но разве мы поляки? Нет, мы не поляки, мы дворяне Великого Княжества Литовского. Значит, мы литовцы. Скорее, да, но ведь литовский язык совсем другой, и наши предки Луцкевичи на нем не говорили. Как не говорило на нем, кстати, большинство населения Великого Княжества Литовского. Если что, даже государственным языком литовского княжества был славянский язык, старобелорусский. Все дело производства было на нем, включая статут, то есть, по сути, конституцию княжества. Собственно говоря, статут этот действовал на этих территориях до 1840 года, и да, он был написан на старобелорусском языке. Так вот, да, к Ивану Луцкевичу. И вот он думает, мы не литовцы, не поляки. Может, мы русские? Но нет, мы не великороссы. Мы никогда не были частью Московского княжества. Мы наследники Великого княжества Литовского, Русского и Жемойцкого. Это такое было полное название. Ну, то есть, мы белорусы, и наш язык белорусский. Тот самый язык, на котором говорят тут все крестьяне, и крестьяне называют его русской мовой или просто мовой. И все это осознание своей идентичности происходило, конечно, немгновенно, но в какой-то момент Ян Луцкевич перестал называть себя Яном и стал Иваном. Неизвестно точно, когда и по какой причине это произошло. Он был крещен в католичестве, и в католичестве просто имени Иван нет. При этом точно известно, что Ян не перекрещивался в православие. С этим связана какая-то сложная история. Он, по идее, мог тайно перейти в униадство. Есть такое мнение, но мог просто начать себя идентифицировать белорусом и поэтому отказался от своего польского имени. Ну и вместе с национальными идеями он социализмом тоже, конечно, увлекается. Социализм — это тогда самое модное политическое воззрение, если вообще интересуешься политикой. Иван читает всякие социалистические книжки, ну и младший брат Антон тоже вслед за братом во все это втягивается. В 1985 году семья переезжает в Минск, отец здесь умирает, оставляет небольшое наследство и братья заканчивают уже Минскую гимназию. И здесь Иван организовал уже собственный кружок, в котором основные интересы это социализм и белорусская культура. Они даже собрали небольшую библиотеку на белорусском языке. В 1902 году братья оканчивают гимназию и вместе уезжают в Петербург, где поступают в университет. Старший — Иван на юридический факультет, а младший — Антон на физико-математический. Здесь, в Петербурге, в университетах уже есть белорусские землячества, но это, скорее, такие общества взаимопомощи землякам-студентам. Братья Луцкевичи вместе со своим новым другом Ватловым Ивановским организуют партию и кружок. Значит, белорусская революционная партия должна бороться за права белорусов, а белорусский кружок народного просвещения распространять национальную культуру. Ну, партия, конечно, звучит громко, по сути, это, ну, тоже кружок единомышленников с таким вот названием серьезным, но в целом ничего страшного, тогда все так делают. Все это, надо сказать, происходит совершенно стандартным путем для любой просыпающейся в Европе национальной интеллигенции, просто как по учебнику. Так поступают чехи и шотландцы в первой половине XIX века, так поступают каталонцы во второй половине XIX века. Прямо сейчас, ну, то есть в конце XIX века, так поступают словаки, селестцы и украинцы. Ну, и, кстати говоря, подобное общество украинцев действует уже довольно широко в Российской империи, так что есть на кого ориентироваться. Основа этих движений это возрождение национальной культуры и создание новой национальной культуры на своем языке. А главный инструмент для этого это печать книг и журналов. И в этом отношении у белорусов даже есть преимущество перед украинцами, потому что печать книг и журналов на украинском языке прямо запрещалась законодательством Российской империи. А вот на белорусском печатать можно было. Но не все так просто, конечно, потому что любое СМИ надо регистрировать в МВД, а МВД разрешение почти никому не дает. Но уж тем более не даст выпускать журнал на белорусском языке. С точки зрения государства никакого самостоятельного белорусского языка не существует. Это русский язык. Просто его, так сказать, региональный диалект. И вот, да, зачем это популяризовывать региональный диалект? Мы, типа, знаем, как все пойдет дальше. Просто вот давайте посмотрим на Чехию и Каталонию. Сначала вы просите журналов и книг, потом школ, потом культурной автономии, потом политической, а потом и независимости. Ни одна империя потакать этому не хочет. Это риски. Но чем дальше, тем сложнее держать национальные движения в узде. Империям, вообще-то, хочется в идеале поступать, как во Франции. Ну, то есть, убедить всех в стране, что местные языки это просто плохие варианты столичного диалекта, говорят на них только селюки, и что это стыдно, и что никаких гасконцев и провансцев не существует, это все немного испорченные французы. Но только проблема в том, что Франция успешно провернула эту политику в начале 19 века, а на дворе уже практически 20 век. И так поступать уже, ну, как минимум, неприлично, а по факту просто невозможно. Общество сильно изменилось. Но вот Российская империя пока что надеется методы 19 века использовать в веке 20. В общем, убрать Флуцкевичей с новыми друзьями есть только один вариант. Издавать книги, брошюры и газеты нелегально. Вацлав Ивановский для этих целей купил гектограф. Это такой простой копировальный аппарат. Но уже владение незарегистрированным гектографом само по себе это уголовное преступление. И белорусский кружок народного просвещения успел издать две книжки с рождественскими и с пасхальными историями. А партия подготовила первый номер газеты на белорусском языке и даже напечатала тираж на гектографе в 300 экземпляров. Но тираж был уничтожен точно неизвестно кем, но скорее всего его уничтожил хозяин дома, в котором была устроена мини-типография, когда он обнаружил этот тираж. Ну, вот такие вот первые шаги. Но так или иначе, в 1903 году братья Луцкевичи с Вацлавом Ивановским расходятся, потому что Вацлав был больше сторонником культурного просвещения, а братья хотели революции. И вот они разошлись, и тогда братья создали партию, которая после революции 1917 года станет главной движущей силой в Беларуси. Они создали Белорусскую революционную громаду, которая потом будет переименована в Белорусскую социалистическую громаду, и под этим названием и останется в истории. Но это все будет нескоро, я имею в виду вот эти вот исторические события, потому что в 1903 году партия братьев Луцкевичей это просто кружок даже без своего гектографа, потому что копировальный аппарат остался у Вацлава Ивановского. А в это время в западных губерниях уже действует отделение двух крупнейших социалистических российских партий эсеров и социал-демократов, а еще там же активно действует еврейская подпольная марксистская партия Бунд, и появляется даже легальная еврейская партия, которая называется независимой, но на самом деле управляется из Министерства внутренних дел. Политическая жизнь в империи кипит, эсеры уже начинают террористическую войну, убит министр внутренних дел Сипягин и уфимский губернатор, на заводах социалисты ведут бешеную агитацию, митинги из тачки случаются повсеместно, но рабочие и крестьяне в белорусских губерниях понятия не имеют, что есть еще какая-то специальная белорусская партия, и с этим надо что-то делать. Первая программа партии не сохранилась. Ну и, в общем, даже Антон Луцкевич в воспоминаниях довольно смутно рисует, чего, собственно, тогда хотела партия. Но, да, в первую очередь эта партия социал-демократическая, то есть марксистская, не такая ортодоксальная, как большевики, но и не такая популистская, как эсеры. Ну, там, конечно, автономия белорусских земель в составе России, Россия должна стать федерацией, должно быть право на образование и всякие административные дела на белорусском языке, против самодержавия, конечно, за демократическую республику. В целом, очень похоже на программу в первую очередь польской социалистической партии, главой которой был Юзеф Пилсудский. Ну, собственно говоря, скорее всего, на поляков и ориентировались братья, тем более, что поляки-социалисты с сочувствием отнеслись к братьям Луцкевичам, к их идеям и даже давали использовать свою типографию в Лондоне. В Минске и Вильно появились отделения партии, ну, то есть, да, тоже небольшие кружки соратников братьев Луцкевичей. Иван контактировал и с другими подпольными партиями российскими, и в результате это служило ему плохую службу, потому что однажды в Питере он пришел на конспиративную квартиру, которая оказалась скомпрометирована, и Иван попал в засаду. Его арестовали и поместили в тюрьму Кресты. Это произошло в конце весны 1903 года, до конца июля Иван сидел там в этой тюрьме и подхватил туберкулез. А в результате его отпустили просто даже без предъявления обвинения, но с запретом на проживание в Петербурге. И одновременно с этим ему, похоже, стало казаться, что право, ну, то есть, юридические науки ему не так интересно, как история, и он стал учиться в Московском археологическом институте, а в следующем году отправился учиться в Вену. А брат его младший Антон продолжал учиться в Питере и занимался делами громады. В Австро-Венгрии Иван знакомится уже лично с поляками из Польской социалистической партии, еще он там знакомится с Михаилом Грушевским, это главный идеолог украинского национального движения, а еще знакомится с митрополитом Андреем Шаптицким, это униатский митрополит. Иван был католиком, а униаты, они сохраняли православный обряд, но признавали догмы католической церкви и главенство папы, и при этом униатство это все же такое отдельное самостоятельное в некотором роде течение, и есть историки, которые говорят, что Иван мог перейти из католичества в унию именно тогда в Австро-Венгрии, но в точности этого никто не знает. Честно говоря, я думаю, что вообще-то социалисты должны быть атеистами скорее, чем верующими, но, в общем, можно точно сказать, что для белорусского движения униатская церковь была нужна, это как бы такая вот, да, своя, наша вот особенная церковь. Мы не поляки и не русские, мы белорусы, и точно так же мы не православные и не католики, мы униаты. Тем временем, что в России происходит, пока вот он учится в Вене? В России дела все хуже. Началась русско-японская война, и война идет без особых успехов для русской армии. Призывают мобилизованных, мобилизованные не совсем понимают, ради чего им ехать на Дальний Восток сражаться с японцами, а в городах все растут стачки и демонстрации. У главных социалистических партий, в первую очередь у эсеров, которые устраивают самые громкие теракты, растет поддержка, и к ним текут деньги от жертвователей. А белорусская социалистическая громада на этом фоне, ну правда, почти незаметна. В начале 1905 года Иван Луцкевич возвращается в Петербург, чтобы закончить учебу в университете, и одновременно в столице империи происходит кровавое воскресенье. Профсоюзный лидер Георгий Гапон, мы, кстати, про него вспомним спустя несколько выпусков. Значит, вот Гапон выводит на улицы столицы несколько тысяч рабочих, и рабочие были встречены пулями солдат петербургского гарнизона. После этого заполыхала уже вся страна, теракты следуют один за другим, и власть царя реально шатается. Все оппозиционные силы требуют равенства прав, свободы слова, свободы вероисповедания, выборов в парламент, ну и вообще-то свержения самодержавия. Это самое горячее время, чтобы набирать себе сторонников. Иван с Антоном едут в Минск. СССР, самая популярная подпольная партия, пользовались симпатиями протестующих как бы по умолчанию. И больше всего СССР ориентировались на крестьянство, что в целом логично, потому что в Российской империи 80% крестьяне. И вот СССР в своей программе одним из главных пунктов называли главное требование крестьян из России. полный передел всех земель. Но эта идея не встречала большой поддержки у белорусских крестьян, потому что в Беларуси тогда гораздо меньше было распространено общинное землевладение. Крестьяне тут жили хуторами или отрубами, ну то есть они имели землю в личной, в частной собственности, чего не было в средней полосе России. И в общем белорусские крестьяне как-то не очень хотели делиться своей землей. А зачем? И вот Антон Луцкевич даже вспоминал о том, как они с братом воспользовались этим на одной из революционных сходок крестьян в Минске. И тогда крестьяне-эссеры после речи Ивана массово перешли из партии социалистов-революционеров в громаду. Но все равно не стоит как бы переоценивать на самом деле влияние громады в те времена. Это все-таки была небольшая партия, которая терялась на фоне более крупных. А если взять конкретно Минск, то вот тут самой влиятельной силой вообще был бунт, то есть еврейские, марксисты и социал-демократы. Это специальная рубрика, которую мы делаем вместе с партнером подкаста книжным сервисом Bookmade. И сегодня я вам порекомендую пьесу, написанную в 1913 году. И действие в ней происходит как раз в белорусской деревне и как раз в 1905 году. Пьеса называется «Раскиданное гнездо» и написана классиком белорусской литературы Янкой Купалой. И если вы ее прочитаете, то будете больше понимать, во-первых, рабочих и крестьян, которые протестовали против царского правительства в 1905 году. А во-вторых, вы будете больше понимать белорусскую интеллигенцию, которая вот как раз пишет книги и организует социалистические партии. В пьесе в этой рассказывается супердраматичной историей семьи, которую выгоняет помещик с их земли и из их дома, и еще соблазняет дочь главы семьи, а главный герой ее брат, то есть он такой непримиримый, но я не буду сюжет раскрывать, но конец там эпичный. Эта пьеса на белорусском языке. Но если вы никогда не читали по-белорусски, то попробуйте. Есть перевод на русский, но тут как раз все дело в том, как эта пьеса написана по-белорусски. В некоторые моменты даже ощущение, что это не проза, как будто бы такой то ли свободный стих, то ли, не знаю, верлибор, но в переводе, в общем, все это пропадает. Книгу «Раскиданное гнездо» вы можете найти в каталоге нашего партнера BookMate и вообще там больше 200 тысяч электронных и аудиокниг, комиксы, а также литературу для детей. Книги можно скачивать себе на устройство, чтобы читать и слушать без интернета, например, в самолете или во время долгой поездки в поезде. Если у вас еще нет BookMate и вы живете в России, то используйте наш промокод EmpireBook, а если вы в Беларуси, промокод BookMateRB. И тогда вы сможете читать и слушать книги в BookMate бесплатно в течение 45 дней. Но активировать промокоды нужно до 30 июня. Все ссылки в описании этого выпуска. Итак, Минск, 1905 год. В мае 1905 года минский губернатор Александр Мусин-Пушкин был смещен со своего поста, потому что не справлялся с подавлением волнений. Он был вообще человеком либеральным и в обществе даже был популярен. Карьера его закончилась на такой своеобразной попытке успокоить очередную демонстрацию. Каким образом он пытался ее успокоить? Ну, он в ней поучаствовал сам. Он шел в толпе и уговаривал протестующих не бунтовать. Причем одним из митингующих в тот день был его собственный сын-гимназист. И вот, значит, губернатор шел в толпе, весенний ветер развивал полы губернаторского плаща, а подкладка у плаща была красная. И вот митингующие предложили губернатору помощь. Типа, давайте мы понесем ваш плащ, а то он как-то путается под ногами. И губернаторский плащ не просто понесли, его вывернули наизнанку, то есть красной подкладкой наружу, и повесили на палку, и вот таким образом получился революционный флаг. Сину Пушкина в Минск прислали бывшего кавалериста Павла Курлова, и он сразу же зачистил местную администрацию от каких-то там излишних либералов и получил в ответ теракт. Моментально революционеры взорвали бомбу в губернаторском особняке, там никого, слава богу, не убило, но ранено было несколько человек. Все лето 1905 года периодически продолжались демонстрации, шествия и митинги. Силы, которыми обладал Курлов, для усмирения беспорядков, были обычные. Для того времени у него были казаки и пехотные подразделения. Кстати говоря, пехотные полки были составлены в основном из мобилизованных, которых собрали, собственно, для отправки на фронт на японский, потому что война все продолжалась. Никакого ОМОНа тогда не было. Полиция для разгона демонстранцев была не предназначена. Ну и полиции-то и не хватило бы, в общем. При этом Курлов предпочитал использовать казаков, а не пехоту, потому что казаки и вообще кавалерия могли разгонять митинги нагайками или шашками в ножнах, а пехотные силы имели в качестве вооружения только винтовки. И использование винтовок всегда заканчивалось печально. Просто можно вспомнить кровавое воскресенье. В августе закончилась наконец русско-японская война, и пехотные полки в Минске надо было демобилизовать. Но этого не делали, потому что в стране продолжались беспорядки. И пехота, а пехота это кто? Это в основном вчерашние крестьяне. Вот пехота была недовольна, и солдаты винили не только, и не столько даже царя, сколько протестующих. Потому что, да, вот они бунтуют против власти, и из-за них нас не возвращают по домам. В октябре 1905 года началась всероссийская забастовка. Вся страна встала. От железнодорожных линий и заводов до магазинов и гимназий. Минск соответственно тоже. В царском селе, где живет император, идут ежедневные переговоры с министрами, а в Минске губернатор Курлов готовит войска к массовым протестам. И минский гарнизон усилили резервным пехотным полком и кавалерии, потому что казаков и местной пехоты уже явно могло не хватать. Надо использовать просто все, что есть. Ситуация была очень серьезной. На остановившихся фабриках происходят митинги. И вот Иван с Антоном отправились на фабрику Якобсона, как раз на один из таких митингов. Представители российских социалистических партий вот в этот момент в очень такой жаркий не только уже агитировали против самодержавия, но еще и боролись между собой за главенство над революцией. Все обвиняли друг друга в том, что борются с царем неправильно. Общая обстановка была наколена так, что рабочие эсеры и рабочие социал-демократы казалось вообще уже готовы были друг с другом начать драться. И вот Антон вспоминает, что Иван, старший брат, в этот момент залез на трибуну и начал по-белорусски яростно говорить о том, что сейчас не время для спора, что самодержавие слабо, как никогда, и что мы все вместе должны бороться с общим врагом. И в этот момент к трибуне подбежал один из русских революционеров и закричал «Эй, послушайте, вы ведь не в театре, говорите по-русски». На что толпа рабочих ему заорала «Молчи! Пошел вон! Молодец, белорус! Правильно!» Красивая сцена, которая опять-таки объясняет, почему после революции 1905 года белорусская громада все больше набирала сторонников, но тогда, вот конкретно осенью 1905 года все-таки нельзя было сказать, что братья Луцкевичи обладали большим политическим влиянием. Оно росло, но оно было не очень большим. Ну и они были молоды, им 24-21 год. Но в итоге, в общем, несмотря на внутренние споры, оппозиция запланировала массовый единый митинг на 18 октября у Веленского вокзала. А правительственные войска, соответственно, стали готовиться к разгону этого митинга. Причем, на совещании губернатора сам губернатор Павел Курлов говорил, в случае уличных беспорядков в городе Минске необходимо их немедленно прекратить хотя бы даже вооруженной силой. Но все пошло не по плану. Буквально за день до Минской демонстрации царь под давлением революции и своих министров подписал манифест, по которому в Российской империи наконец-то учреждался парламент, объявлялась свобода слова собраний и союзов, освобождались политзаключенные, ну то есть были приняты все основные требования революционеров, ну, за исключением ухода самого царя. Но в частности, что важно для нашей истории, демонстрации становились теперь легальными и разгонять их нельзя ни вооруженной силой, ни невооруженной. Да, выходит, запланированная демонстрация теперь легальна. Опубликован манифест был только на следующий день, 18 числа, ну то есть в день митинга. Но понятно еще, что до Минска официальное известие тоже доходит не мгновенно, но в общем, в ночь с 17 на 18 губернатор Павел Курлов уже знал о манифесте из телеграммы и больше того дал указания. Сведения этой телеграммы никому не давать и ее не печатать. Но это было бессмысленно, конечно, потому что утром 18-го про манифест уже знали многие, не только Курлов. Вот, например, независимо от губернатора, комендант вокзала тоже получил текст манифеста и успел с утра объяснить суть этого манифеста охране вокзала. Больше того, когда у вокзала собралась большая толпа, комендант вышел прямо к митингующим и сам объявил о манифесте рабочим. Никто особо не понимает, что делать. Ни охрана вокзала, ни войска, которые сведены к нему, ни протестующие. Как это все понимать? И вообще, не обман ли это? Ну и тогда глава забастовочного комитета Павел Жаба отправился к губернатору Курлову за прямым разрешением проводить митинг. И губернатор разрешил его. Ну, кажется, победа, да? Вокзал открыли для протестующих, они заполнили зал ожидания, но народу было так много, что на улице продолжала стоять толпа. И Антон Луцкевич был в этой толпе. Сначала Павел Жаба, вот этот глава забастовочного комитета, который вернулся только что от губернатора, зачитал манифест. Но если вы думаете, что все закричали «Ура! Спасибо батюшке царю!», то вы ошибаетесь. Многие продолжали думать, что это обман, а другие считали, что нам типа подачки от царя не нужны, пускай слезает с трона, нам нужна республика. Люди волновались. Один из руководителей статичного комитета предложил во второй раз отправиться к Урлову и потребовать теперь уже освобождение политзаключенных, ну, раз об этом сказано в манифесте. Опять собралась делегация и опять отправилась к губернатору. А на вокзале тем временем продолжались зажигательные речи о том, что сдаваться нельзя и надо бороться до конца. Делегаты пришли к губернатору и потребовали немедленно отпустить всех политзаключенных и вывести войска из города. Курлов на это сказал, что он, цитата, «о конституции ничего не знает и что наоборот в отношении политических преступников имеет от правительства указание противоположного характера». Но тем не менее он, вот типа идя навстречу народу, согласен отпустить политзаключенных. Но войска из города вывести не может, потому что они подчиняются военному командованию. Вот типа извините. Ну и воодушевленная частичной победой толпа отправляется к Пищаловскому замку, где тогда была тюрьма. А сейчас там, кстати, следственный изолятор, который чаще всего называют «Володаркой», в котором и сейчас сидит много политических заключенных. У тюрьмы их встретил начальник охраны и сказал, что подходить ближе 50-ти шагов к тюрьме нельзя и что охрана откроет огонь, если кто подойдет ближе. И протестующие остановились. Но они передали приказ губернатора и тогда комендант приказал освободить политических. Дальше толпа вернулась на площадь перед вокзалом. И вот я вам зачитываю сейчас полицейский рапорт. «Прибывшая толпа демонстрантов, среди которых было много пожилых лиц, учащихся и интеллигентов, смешивалась с толпою бывшей на площади. Пришедших с публику освобожденных политических административных приветствовали криками «Ура!» и они кланялись и благодарили за освобождение». Казалось бы, да, все. Праздник, митинг разрешен, заключенные освобождены, царь опубликовал манифест о свободах. Почему же все закончилось трагедией? После возвращения делегации митинг у вокзала продолжался с новой силой. Атмосфера не была мирной, хотя была, конечно, в какой-то степени праздничной. Между тем, хоть как-то разъяснить ситуацию офицерам пехотного полка никто, похоже, не потрудился. Ну и тем более никто явно не понимал, как должны работать вот эти новые правила. А офицеры на случай массовых беспорядков имели только тупейшую инструкцию полувековой давности, по которой в случае чего им полагалось трижды дать сигнал рожком, чтобы предупередить протестующих о том, что они сейчас будут открывать огонь. А потом, собственно, после третьего сигнала офицеры должны были приказать стрелять. Стрелять они должны приказать просто потому, что больше никаких инструментов у солдат нет. Ни водометов, ни слезоточивого газа, они просто солдаты с винтовками на дворе начала 20 века. Да, но почему же все-таки началась эта стрельба? Противники царя говорят о том, что солдаты начали стрелять уже в самом конце, когда митинг был объявлен оконченным и толпы рабочих стали расходиться. В доказательство этой версии приводится тот факт, что большинство погибших были убиты выстрелами в спину. И это действительно так, они были убиты в спину. Но, честно говоря, эта версия какой-то уже безумия. Зачем бы офицерам приказывать стрелять в спины уже расходящимся рабочим, когда риск беспорядков минимален? Это похоже на черный миф. Ну, скорее всего, при звуках первых выстрелов толпа побежала от солдат, а те продолжали стрелять в спины. Ну, и этим объясняется то, что многие были убиты именно так. Вторая версия заключается в том, что офицеры приказали стрелять в тот момент, когда часть митингующих приблизилась к солдатам и началась стычка, и кто-то даже пишет, что рабочие начали отбирать или пытаться отбирать у солдат оружие. И это, кстати, вероятный сценарий, потому что подобного рода стычки с драками, с киданием булыжниками и с отбиранием оружия в то время регулярно встречались. Но Антон Луцкевич, который присутствовал на митинге, рассказывает более подробную версию. Третью. Ну, во-первых, слова Антона Луцкевича опровергают версию о том, что расстрел начался уже после окончания митинга. Дело в том, что Антон, как один из лидеров одной из партий, должен был выступать, но он не успел. Ну, получается, митинг еще не был окончен. Во-вторых, Антон рассказывал, что ближайшие к митингующим солдаты вообще уже сложили винтовки в козлы, а их офицер вышел к демонстрантам и заявил, что армия с народом и что ни в кого стрелять он не собирается. Офицеры взяли на плечи, на шаблю начепили червон местях и толпа почала рухаться, как пойти походом у места. Кали раптом подвезенный сзаду новый отрат войска, распочал без неякого попереджения обстрел толпы. Я вполне доверяю Антону в истории про офицера с красным флагом на сабле, про то, что воодушевленная толпа понесла офицера вперед, но, честно говоря, сомневаюсь, что остальные войска начали просто стрелять без предупреждения. Скорее всего, там действительно началась какая-то свалка, но из-за того, что все на нервах, офицеры приказали стрелять. Ну, в общем, сложно сказать наверняка. Но в итоге события, которые должны были стать праздником, стали трагедией и получили название по имени губернатора — Курловский расстрел. Причем для центральной власти эти события стали очень, очень несвоевременными. Ну, представьте, да, мы только что пошли на уступки, опубликовали права и свободы. Все должны прекратить бунтовать. Мы ждали вам то, что вы просили. Мир. А тут получается, что на следующий день после объявления манифеста в Минске власть расстреливает рабочих. Кто нам поверит после этого? Ну, а для самих рабочих и для политических лидеров этот расстрел означал очень простую вещь, что их свобода и их жизнь прямо сейчас под угрозой и надо скрываться. Организаторы митинга и вообще любые активисты, в том числе и братья Луцкевичи, после этого могли ожидать только одного продолжение репрессий. Ну и действительно, в ночь с 18 на 19 многие были вызваны губернскому прокурору для того, чтобы дать показания произошедшим. Но быстро выяснилось, что это организовал прокурор без санкций губернатора. Прокурор был возмущен действиями войск и начал проводить собственное расследование против Павла Курлова и поэтому собирал свидетельства. Но, как бы, лидеры протестующих об этом не знали и, понятно, стали прятаться еще больше. Дальше было созвано экстренное заседание Городской Думы, на котором было принято единогласное постановление вот такими вот словами. «Без всякой причины и предупреждения по расходящемуся собранию, мирному народу, все помыслы, которого направлены были только на то, как торжественнее отпраздновать Великий День, открыт был войсками продолжительный огонь, повлекший массу жертв, повергший весь город в отчаяние и беспредельное горе». Это постановление было отправлено только что назначенному премьер-министру Витте вместе с просьбой отстранить от должности Курлова. В Городской Думе вторил, собственно, прокурор Бибиков, который писал министру юстиции, что вообще невозможно предсказать, какое распоряжение следующим отдаст Курлов и что необходимо объявить народу, что виновные будут найдены и наказаны. Профсоюз железнодорожников объявил всеобщую забастовку с требованием увольнения Курлова и полицейских чинов, которые были ответственны за расстрел и вообще за порядок в городе и еще требовали увезти казаков из города. Забастовка должна была начаться еще на следующий день, то есть 20 октября. Социалистическая громада в эти дни тесно сотрудничала со всеми протестными силами и завод Якобсона, где у братьев было больше всего сторонников, тоже присоединился к забастовке, причем сигнал к началу подал именно Иван. Как вы думаете, наказала ли центральная власть губернатора Курлова? Я вам просто скажу, что возмущение этим расстрелом было настолько широко, что заметки о произошедшем в некотором преломлении появились даже в американских газетах. Вот, например, Минск. Казаки отбили штурм тюрьмы, сделав несколько залпов по толпе. Многие убиты и ранены, и еще больше избитых нагайками. Дома врачей были преобразованы в госпитали. Ну, в общем, как вы догадываетесь, центральная власть попыталась замять дело. В Минск направили сенатора для проведения расследования, но сенатор поддержал точку зрения губернатора, а точка зрения была такой, что это протестующие сами напали на солдат, отбирали у них оружие и сами виноваты. Первые начали беспорядки, солдаты просто отвечали. Но даже если солдаты просто отвечали, то они в ответ на нападение убили как минимум 50 человек. Но ни Курлов, ни полицейские чины за это ответственности не понесли. Вместо того, чтобы уволить Павла Курлова, уволили прокурора Бибикова, который начал против него расследование. Ну и как вы думаете, какое настроение после этого было в Минске? Ну, кажется, что царский манифест, который обещал многое, по сути, ничего не меняет. Да, посмотрите, царский губернатор приказал расстрелять легальный митинг, и власти ничего с этим делать не хотят. Но у революционеров есть традиционное решение для таких вопросов. Это террор. Павел Курлов должен быть убит, и братья Луцкевичи не просто с этим согласны, они участвуют в подготовке покушения. Вот такая у нас траектория за три года, да, от печати рождественских рассказов на белорусском языке до участия в терроре. Ну, и тут братья идут, так сказать, варваторе общего тренда, ну, и опять же, не они являются организаторами покушения. Минск это город не такой большой в масштабах империи, если, да, в Петербурге или Москве революционные партии действуют изолированно и даже бодаются друг с другом, то вот тут в Минске по большому счету все действуют сообща, потому что народу-то не так много, и все друг друга знают. Значит, белорусская социалистическая громада создает, во-первых, свою боевую организацию, по примеру партии ССРов. В доме Луцкевичей в Минске, в котором жила их мама, на чердаке организовали на Курлова. Был даже организован краудфандинг. Деньги буквально собирали всем миром. И, кстати говоря, в краудфандинге поучаствовал один из наших будущих героев Евстафь Любанский, но о нем мы расскажем не сегодня, просто запомните это имя, если получится. Самым распространенным методом покушения тогда было бомбометание, то есть готовились бомбы самодельные и террористы кидали их на улице в карету с жертвой. И вот ССРовский техник подготовил бомбы и их надо было испытать. Иван с Антоном должны были найти лошадь и сани, чтобы отвезти техника в лес на эти испытания. Но техник не пришел почему-то в назначенный день, а на следующий день братья должны были уехать из дома. И они уехали. А техник просто запоздал. Он прибыл через пару дней, пришел домой к братьям Луцкевичам, братьев там нет, ну и он оставил бомбу просто на хранение маме. Отличный как бы подарочек. 14 января нового 1906 года губернатор Павел Курлов и вообще вся Минская верхушка присутствовали на отпевании генерала Степана Курча. Вот гроб спокойным выносят из Петропавловского собора стоит военный караул, за гробом идет траурная процессия, архиепископ, все крестятся и вдруг из толпы в процессию прямо в губернатора летит бомба и сразу за этим звучат выстрелы. Люди разбегаются, полицейские хватают двух террористов. Это эсеры Александра Измайлович и Иван Пулихов. К счастью, Курлова бомба не взорвалась, а выстрелами было только ранено двое случайных человек. Террористов Измайлович и Пулихова приговорили к смертной казни, но Измайлович казнь заменили на бессрочную каторку. Так вот, Антон Луцкевич после этого сокрушался, что бомба не взорвалась именно потому, что ее не испытали. И он думал, что на морозе как-то механизм ее испортился, ну то есть надо было все протестировать. Но он на самом деле не знал, что за эсерами с самого начала следила охранка и из бомбы был заранее вынут детонатор. Но так или иначе понятно было, что в Минске оставаться просто опасно. В один из дней полиция нагрянула с обыском в дом Луцкевичей, перевернула там все вверх дном, но слава богу они ничего не нашли, потому что все оружие и динамит было перепрятано заблаговременно. Именно из-за всего этого братья и покинули Минск, и они уехали в Вильно. Губернатор Павел Курлов в 1906 году был переведен в столицу и продолжил работать на высоких должностях в Министерстве внутренних дел. Наказан он так и не был. В 1917 году его арестовали и допрашивали, а после переворота большевиков он сбежал из-под домашнего ареста за границу и умер своей смертью, написал мемуары. Курловский расстрел до революции оставался одним из самых главных преступлений царской власти. Им тыкали в глаза правительству при любом удобном случае. Но после 1917 года этот расстрел был отодвинут на задний план. Ну, возможно, потому что основной движущей силой протеста в Минске были не большевики, а еврейская партия Бунда. И большинство погибших тоже были не большевиками, а евреями. А может, потому что дело было не в Питере, а в Минске. А братья Луцкевичи после этих событий как будто повзрослели. Партия Белорусская социалистическая громада из нескольких кружков единомышленников превратилась в довольно крупную политическую силу. Братья как будто прошли весь учебный курс политического строительства. От продвижения народной культуры до участия в терроре. И должны были наконец избрать твердо свой путь, свою тактику и свою стратегию. И они это сделали, но об этом мы будем рассказывать в следующем выпуске. Правильно. Все же, несмотря на то, что власти на местах продолжали управлять по-старому, по-старому страна жить уже не будет. Зимой 1906 года прошли первые выборы в первый российский парламент. Политическая жизнь, конечно, продолжала быть очень бурной, но она начала потихоньку переходить от стрельбы и крови к словам. И в этом смысле самым важным завоеванием революции стала свобода слова. И поэтому в Вильно братья запустили самую важную, прямо-таки легендарную белорусскую газету «Наша Нива». Но о Вильно, о дальнейшей истории братьев и о белорусской публицистике мы будем говорить в следующем выпуске. До встречи через неделю. Рубрика «Чтобы послушать дальше». У меня сегодня будет вдвоенная рекомендация и еще небольшой подарок. Во-первых, поскольку у нас белорусский сезон, я вам рекомендую отличнейший выпуск подкаста «Слова культур» от образовательного проекта «Арзамас». Выпуск называется «12 слов, помогающих понять культуру Беларуси». И там объясняется, что значит «тутейший», то есть не буквально, а в широком смысле. Бульба и мова, ширый и сведомый, колыханка и агротрэш, жесточайшая и годность, а также другие, не побоюсь этого слова, важнейшие понятия для культуры Беларуси. Так, по крайней мере, говорит ведущий, не я. Еще, на том же самом образовательном проекте «Арзамас» есть подкаст «Радио Сарафан» про слухи и сплетни. И вот как раз на днях я сходил туда в гости и рассказал про страшную городскую легенду 1917 года, про черный-черный автомобиль, который ездит ночами по улицам, а в нем сидят какие-то бандиты или революционеры или черносотенцы, непонятно, но они стреляют в людей. Все это можно послушать в приложении «Радио Арзамас» про 12 белорусских слов бесплатно, а про черный автомобиль по подписке. Но хорошие новости состоят в том, что мы вместе с Арзамасом по этому случаю приготовили для вас промокод 20% на любую подписку, кроме вечной. Это промокод «Закат». Так что слушайте оба выпуска. Ссылки будут в описании, если что, это не коммерческая интеграция. С вами был Аксенов Андрей, студия «Либо-либо» и подкаст «Закат империи», специальный белорусский сезон. Этот выпуск для вас готовили «Ресерч» Евгений Луферчик, редактура Катерина Серебренникова, фактчек Тимофей Акудович, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействия с партнерами Арина Левицкая, Гульнара Делекторская, продюсерка Маша Агличева. Записывайтесь на мои лекции и приходите на них. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин